Почтовая связь Почтовая связь Мне кажется, я из того поколения, которые выросли на таких примерах, что мне бы, наверное, было стыдно подвести моих близких, родных, которые не вернулись в поле боя тогда, давно, в 1941-м, ушедшие на фронт и не вернувшиеся в 1945-м году. Самое страшное – это неизвестность. Солдат Великой Отечественной войны. Какой он? Ну, наверное, когда я думаю об этом, перед моими глазами стоит образ моего деда, которого я никогда не видела, но которого я знаю по фотографиям. Встают те лица, которых я, наверное, вижу в фильмах, в каких-то документальных кадрах. Это молодые люди с удивительным выражением глаз, лица. Они вроде молодые, но такое ощущение, что они очень рано повзрослели, потому что на их плечи легла огромная ответственность защищать великую страну. У вас в руках письмо. От кого оно? Это письмо моего деда Абиева Тазарета Бубиевича. Передо мной последнее его письмо, последняя весточка, которая все эти годы хранилась в нашей семье, которая является реликвией нашей семьи. Прочтите его нам. Продолжение следует... Продолжение следует... Тазарет Бубиевич Абиев Абиев Тазарет Бубиевич ушел на фронт, оставив дома беременную жену. Еще раз им довелось встретиться в военном госпитале, где Тазарет лежал с ранениями. С войны он так и не вернулся. В 1997 году родные узнали, что лейтенант Абиев погиб в сентябре 43-го года и был захоронен в братской могиле. Его жена Елизавета Абиева всю жизнь ждала своего мужа.